Уже в начале селекторного совещания Александр Лукашенко подчеркивает его формат. Мне не нужны отчеты со множеством цифр. Я хочу услышать ваше мнение о ситуации в отрасли и перспективах ее развития в каждом регионе. Что касается конкретно Гомельской области, то по мнению президента, здесь необходимо работать с учетом изменения климата. Что мы будем возделывать в Гомельской области? Я понимаю, что у вас по суше было, чем у других. Слушайте, ну у вас что? Погода хуже была по температурным режимам, чем на любви Украины? Нет. И не везде в Украине черноземы. Но они получают как-то урожай и нормально жил. Еще раз подчеркиваю, начинайте, собирайте специалистов, председатель райисполкома и начинайте планировать, что и где вы будете сеять. Азимы, яровые и так далее и тому подобное. Надо вовремя все делать. Климат изменился. Особенно на Прешине и у вас. Особенно у вас. О необходимости внедрения новых засухоустойчивых культур сегодня говорят и в хозяйство Гомельской области. Хотя назвать этот процесс очень уж активным пока тоже нельзя. В определенной степени это риск, а поэтому площади, занимаемые такими культурами, обычно невелики. За исключением кукурузы. В этом году ее посевы увеличились еще больше. Мы видим, что у нас есть проблемы с серовыми зерновыми. Мы увеличили посев кукурузы на сегодняшний день более чем на 15%. И увеличили посевы на зерно более чем на 50 тысяч. Мы видим, что за счет этой культуры мы можем получить дополнительный источник зерна. Потому что мы все делаем для того, чтобы сохранить урожай. Для этой цели, конечно, жестко принимаем меры для того, чтобы уменьшить потери. Есть бригады, которые сегодня контролируют. Конечно, прекрасно понимаем, что есть недоработки, которые мы обязаны устранять. Среди проблемных культур в этом году на Гомельщине вновь оказался рапс. Средняя урожайность менее 11 центнеров с гектара. Полностью отказываться от этой культуры не будут. Однако коррективы в структуру посевных площадей внесут. Если же не сможем подобрать площади для посева его в полной мере, а у нас стоит задача 60 тысяч, если мы не сможем подобрать данные площади, то мы, конечно, заменим эту культуру другой белковой культурой. Это зимая сурепица. Она менее прихотлива к погодным условиям, к почве. Поэтому чуть меньше дает урожайность. Однако, если посмотреть по затратам, то намного меньше и затрат для данной культуры. Продолжение разговора, начатого во время видеоселекторного совещания, на полях. 25 июля Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Ветковский район. Первый объект, который посещает президент – птицефабрика сельскохозяйственного предприятия «Беларусьнефть» особенно. Это пример того, как крепкое промышленное предприятие берет в свою собственность проблемное производство и делает его рентабельным. Хотя главу государства в этот раз интересуют не столько успехи, сколько видение руководителями существующих проблем и путей их решения. В последнее время на предприятиях агропромышленного комплекса страны все чаще отмечаются случаи падежа животных. Если вы не можете их прокормить, зачем пытаетесь растить? Это вопрос ко всем присутствующим. И опять причина в человеческом факторе. Где-то не смогли создать необходимый запас кормов, где-то нарушили технологии выращивания. На будущее. Западешь скота – сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. 85 тысяч, вы представляете, сколько бы это было мяса? Славков, прямое поручение прокурору заняться, продолжать заниматься этим вопросом и давать результат. Есть. Это недопустимо. То корма плохие, то то, то это безалаберность. Просто безалаберность. Поэтому обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю. На полях сельхозпредприятия «Радуга Агра» разговор о создании новой белорусской зерноуборочной техники и перспективах развития открытого акционерного общества «Гомсельмаш». В последнее время на этом предприятии сложилась непростая экономическая ситуация, вызванная большими складскими запасами машин. После замены руководства на «Гомсельмаш» стали отмечаться положительные изменения. Александр Лукашенко уверен, это предприятие нужно поддержать. Однако помощь должна быть обоснованной. Что касается «Гомсельмаша», значит, это поручение Турчину. Это подключайте правительство, немедленно разбирайтесь. «Гомсельмаш» есть, был и будет всегда в стране. Вы уже в этом убедились. Это тогда, 20-25 лет назад, меня убеждали. А там не надо комбайна, ничего не надо, и «Гомсельмаш» надо продать. Сегодня мы видим, что это хорошая школа. Сегодня мы, я так надеюсь, увидим новый комбайн. Буквально за год созданный или за два поручения было на «Гомсельмаш». Это группа хорошая ученых, конструкторов. Ни в коем случае нельзя загубить эту школу. И техника эта нужна. Но шевелиться надо. Новый директор. Собирайтесь и думайте. Но чтобы в будущем году мы перестали говорить о «Гомсельмаш» в отрицательном плане. Во время посещения Гомельской области президенту показывают новую зерноуборочную технику. Комбайн на гусеничном ходу. Он уже неплохо зарекомендовал себя при работе на увлажненных землях. И так называемый газомоторный комбайн. Эта техника будет поставляться на экспорт, а поэтому нужно изучить все ее сильные и слабые стороны. Водитель-испытатель Виталий Гапоненко уверен, это действительно удачная и перспективная модель. Преимущество этого комбайна – стоимость топлива. Топливо в разы дешевле. Экономичность, экологически чистый. Стоит именно двигатель Евро-5. Стандартный Евро-5. И получается простота управления, как и на обычном самоходном комбайне, именно с дизельными двигателями серийного производства. Ну, управление здесь ничем не отличается. Все легко. Новой техникой президент остается доволен. Однако озвучивает одно обязательное условие, при котором она пойдет в серию. Цена комбайнов должна быть доступной для сельскохозяйственных организаций. Визит Александра Лукашенко завершается в ветке. Глава государства посещает открытый в прошлом году бассейн. Точнее, это блок бассейнов для взрослых и детей. Президент, который и сам является приверженцем здорового образа жизни, говорит, что такие объекты сегодня должны быть во всех районных центрах. Тем более, что они действительно популярны среди населения. Для Александра Лукашенко ветковский пример тем более важен, что в свое время эта территория пострадала в результате Чернобыльской катастрофы. Во время незапланированной встречи с ветковчанами президент в первую очередь обращается к ним со словами благодарности. Спасибо, что поверили мне. И остались здесь жить. Сегодня вот мы видим, что здесь жить можно, здесь жить нужно. Как бы ни было тяжело, сейчас везде нелегко, там вам легче не будет. Это чужое. А мы из Казахстана. О, так вы приехали отдохнуть или живете? Да, мы в отпуске. А в отпуске, видите, к вам уже с Казахстана, чистого Казахстана, огромного в отпуск проезжают. У нас санаторий хороший, красивый. Я знаю, я знаю. Ветка – это одно из красивейших мест. У всех самые современные телефоны. Значит, и без нее. Ладно, спасибо. Я хочу посмотреть, как чернобыльские районы с вами работают. Мы вас любим, привет, уважаем, Александр Горьков. Всего вам хорошего. Я вас люблю. Первую встречу я вас встречала. Вот. Спасибо. Александр Горькович. Спасибо, пожалуйста. Так. Александр Горькович. Вместе детям, тебе поручаю, раздай детям. Он горький, противный, но все любят. Первый в воскресе. Тише. Там детей нет, детям. Наверное. Да, детям. Наверное. Спасибо вам. Спасибо. Олег Сенчаров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова